Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казынцева. По словам священника Валерия Духанина, творения святителя Игнатия входят в сокровищницу лучших святоотеческих сочинений, восполняющих духовные нужды христиан нашего времени. Отдельные произведения святителя для многих стали настольными книгами и служат незаменимым руководством на пути личной духовной жизни. А сам святитель Игнатий является собой пример и образец подлинного служения Богу среди всевозможных испытаний и невзгод мира сего. При этом в собрании творений святителя особое место занимают его письма. В письмах раскрываются те сокровенные стороны души, которые святитель открывал далеко не каждому. Здесь мы видим те тепло и откровенность, с которыми святой угодник обращался к своим адресатам. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу «Святитель Игнатий Бринчанинов. Письма о подвижнической жизни». В предисловии книги читателям предлагается краткое житие святителя Игнатия и обзор его творений. Авторами статьи, к которой мы сейчас обратимся, являются Виктор Афанасьев и Владимир Воропаев. Известный писатель и литературовед пишут следующее. «Русская литература XIX века, получившая всемирное признание, в сознании читателей обычно связывается со знакомыми с детства именами Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова. Между тем, настоящая картина отечественной словесности обширнее и богаче этого представления о ней. Огромный пласт ее насильственно отторгнут от нашей культуры. Речь идет о писателях духовных. Назовем здесь некоторые важнейшие имена. Митрополит Московский Филарет Дроздов, архиепископ Иннокентий Борисов, епископ Феофан Говаров, епископ Игнатий Бринчанинов». Трагический разрыв русской интеллигенции с православием, о котором много писали богословы XX столетия, на себе испытавшие его последствия, пожалуй, нигде не выразился так ярко, как в литературе. По словам архимандрита Киприана Керна, литература русская была далека от церкви, и проблем религиозных она была чужда. Не в пример западным. Почти все писатели русские оставили яркие примеры своего церковного невежества, что может когда-нибудь послужить особой темой. Попытки соединения художественного и духовного начала были единичны. Здесь следует прежде всего назвать Гоголя. Его выбранные места из переписки с друзьями и размышления о божественной литургии только теперь выходят к русскому читателю. Но с церковной точки зрения и Гоголь далеко не является авторитетом в духовных вопросах. Наука вторгалась в мир, литература в душу. И если она, то есть душа, не была надежно укреплена верой в истинного Бога, то развращалась и погибала. Погибала от необыкновенных красот, от поразительных результатов. Литература и наука служили все тому же делу отталкивания человека от Христа, раздроблению души, развлечению, рассеянию, вместо необходимого собирания всех душевных сил человека воедино. Как отмечал святитель Игнатий, талант человеческий во всей своей силе и несчастной красоте развился в изображении зла. В изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут. Для того, чтобы писатель мог различать свет от тьмы, святитель Игнатий советовал ему читать святых отцов. Вот что писал он в автобиографическом очерке «Плач мой» 1847 года. «Когда в осеннюю ясную ночь гляжу на чистое небо, усеянное бесчисленными звездами, столь различных размеров, испускающими единый свет, тогда, говорю себе, таковы писания отцов. Когда в летний день гляжу на обширное море, покрытое множеством различных судов с их распущенными парусами, подобными белым лебединым крылам, судов, бегущих под одним ветром, к одной цели, к одной пристани, тогда, говорю себе, таковы писания отцов». Когда слышу стройный многочисленный хор, в котором различные голоса в изящной гармонии поют единую песнь божественную, тогда, говорю себе, таковы писания отцов. Жизнь святителя Игнатия — пример неустанного стремления к Богу. Родился будущий святитель 6 февраля 1807 года в семье богатого вельможи Александра Семеновича Бринчанинова. Огромное поместье с его садами и парком давало возможность мальчику уединяться. Сотрочества он полюбил читать духовные книги, и к 15 годам в нем уже созрело желание стать монахом. Но отец пропустил мимо ушей эту нелепую с его точки зрения просьбу. И вот осенью 1822 года, после блестящей сдачи экзаменов, Дмитрий Бринчанинов был зачислен сразу во второй класс главного инженерного училища. На экзаменах присутствовал будущий император, великий князь Николай Павлович, бывший тогда генерал-инспектором военных инженеров. Благородный вид юноши и его блестящие знания заинтересовали великого князя. Он пригласил его к себе, Ванечка, в дворец и представил своей супруге. Бринчанинов был первый по всем наукам. Но тоска по Богу снедала его душу. Кленность и временность наук, которые он изучал, вызывали все большее желание посвятить себя Господу. И только непрестанная молитва поддерживала его дух. Сразу по окончании училища Дмитрий Бринчанинов подает прошение об отставке. После различных испытаний он достигает желаемого. 28 июня 1831 года принимает малую схему. 4 июля того же года сан Иродьякона, а в конце месяца сан Иеромонаха. Будучи уже в сане Игумена, он получает распоряжение от императора возродить Сергиеву пустынь, находящуюся рядом с Петербургом. И 5 января 1834 года по распоряжению синода Игумен Игнатий, возведенный в сан Архимандрита, отправляется на берег Финского залива, в Сергиеву пустынь, где ему предстоит провести ближайшие 25 лет. Новые настоятели развивают бурную деятельность. Он добивается разных суд, строит новые корпуса, ремонтирует церкви, вводит в соответствующие монашескому образу жизни порядки. В кельях появляется много святоотеческих книг. Двери его собственной кельи всегда открыты. Любой из насильников обители мог войти к нему когда угодно. И при этой нескончаемой строительной деятельности святитель не перестает писать. Здесь, в Троице Сергиевой пустыни, было создано большинство произведений святителя, включая фундаментальный отечник, свод рассказов из жизни древних монахов и их поучений, ставший впоследствии настольной книгой для иноков. В житии святителя, написанном к его канонизации, отмечается, что его сочинения имеют печать благодатной помазанности. Он писал свои произведения тогда, когда божественный глагол касался его чуткого уха, когда в его сердце появлялось слово, посланное Господом. В статье «Христианский пастырь и христианский художник» святитель Игнатий пишет, «Когда усвоится таланту евангельский характер, а это сначала сопряжено с трудом и внутреннюю борьбою, тогда художник озаряется вдохновением свыше. Тогда только он может говорить свято, петь свято, живописать свято». Его аскетические опыты были с любовью приняты в лучших и благодатнейших обителях России — Саровской пустыни, Оптиной пустыни, Троицей Сергиевой Лаври и других. На Святой горе Афон сочинения епископа Игнатия вызывали благоговейное почитание их автора. Вскоре во всех епархиях они были признаны как одно из лучших руководств к духовной жизни. Кроме того, во многие концы России шли письма святителя. Многие из них, если не сказать, что вообще все, написаны с истинным блеском. Но это блеск особенный, не похожий на эпистолярные изощрения французских остроумцев, на холодное многомудрие немецких ученых-литераторов и подражавших им русских писателей, письма которых в изобилии попадали в печать при их жизни. Нет, у святителя Игнатия говорит сама его душа, просвещенная евангельским учением, теплая и человеколюбивая. Удостовериться в этом сегодня может каждый, кто откроет книгу, на страницах которой собраны письма святителя. Полное собрание писем святителя Игнатия состоит из трех объемистых машинописных томов общей численностью 1425 страниц и насчитывает 835 писем. Этот сборник составлен на основе полного собрания, с исключением из него всех тех писем и отдельных мест, которые не имеют нравственно-назидательного значения. Всего в сборник вошло 555 писем, которые содержат множество ценных наставлений и советов в духовной жизни христианина. Прекрасно отображают духовный образ великого подвижника русской земли, Преосвященного Игнатия, и содержат некоторые ранее неизвестные биографические сведения. Сохранена в этом сборнике и последовательность писем полного собрания. Письма к монашествующим, мирянам, родным и друзьям. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok